Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 6 сентября и вот я рассказываю о всех-всех-всех вот этих новинках экзотических моих, которые я в этом году насадила в огромном количестве. Все они выросли, все они дали прекрасные плоды. Я хочу вот с вами поделиться своим впечатлением об этих томатах. Я уже рассказала о сорте ладошка, который состоит сплошь из томатного мяса, в котором даже семян нет. Но нужно подождать, чтобы он хорошо созрел, чтобы почувствовать вкус. Рассказала о томате о аксаканская драгоценность, который бекалор прекрасный, номер 253 в каталоге у меня. Сейчас я буду рассказывать о малышах. Смотрите, какие прекрасные малыши, а именно вот об этих сумасшедших ягодах черри. Несколько названий, вот мне уже писали в комментариях, да, действительно. Где-то он называется сумасшедшие ягоды барри, где-то называется сумасшедшие вишни барри. Там по-американски вообще как-то бери, черри. Ну вот, короче, название такое интересное, поэтому я его запомнила. Я о нем говорила и показывала на улице, как он растет. Сорт, конечно, коллекционный, редкий, необычайно урожайный. Если честно, в магазине я его ни разу не видела, возможно, может быть, и не увижу, но у частных коллекционеров его можно купить. Мне его прислали для пробы на развод. Очень понравился. Хотя я не увлекаюсь. Я всегда говорю, что я томатиками черри не увлекаюсь. У нас детей маленьких давно уже нет. Вот сейчас внук подрастает, но он еще вкус томатов не поднимает, он их не хочет есть. Вообще, он, конечно, своей вот этой вот... Тем, что он очень декоративен, он меня влюбил в себя. И хотя я черри, еще раз повторюсь, я не увлекаюсь, не очень люблю мелкие томаты. Мне вот такие больше нравятся, такие крупные, здоровые. На будущий год я его обязательно посажу. Посажу в качестве декора, потому что я люблю декорировать вот такими красивыми проходы, всякие там, всякие беседки. Можно арку сделать. Мечтаю сделать арку такую же, как огуречную, чтобы висели вот эти сумасшедшие ягодки. Так, когда я вчера показывала, кто видел, видели, что кисти огромные, по 20-50 штук, индотерминатные. Пишут, что в открытом грунте он лучше показывает урожайность, чем в теплице. Действительно, у меня в открытом грунте тоже больше ягодок. Он цветет и завязывает плоды до самых заморозков. Вот сейчас еще во всем плодоносит. И теперь самое главное про вкус. А сначала про цвет. Вот смотрите, его называют желтым. Но он желтый тоже своеобразный. Для примера я взяла другую желтую помидорку. Чисто желтый. Это вот такой. Его, как бы, я могу назвать молочно-желтым. Словно желтую краску разбавили с молоком. И это будет правильно. Вот молочно-желтый цвет. Потому что желтый ему не соответствует. Видите, какая разница? Иди отсюда. Кошка мешает. Ну вот, короче, молочно-желтого цвета. С носиком. Носик очень острый. Вот так вот возьмешь, даже укалывает, как иголочка. Вообще очень острый носик. Сейчас мы его попробуем на вкус. Но я, конечно же, уже его пробовала, как люди пишут, с фруктовым вкусом. А первое впечатление о сумасшедших ягодах у меня было такое. Когда я взяла и съела вот эту ягодку, мне показалось, что я съела виноградину. Вот такое создается ошибочное впечатление. Вот видите, он лежит. Кажется, что лежит виноград. Его и в рот возьмешь. Вот я съела. И кажется, что съел виноградину. Потому что она также, раз ее раздавишь, она также лопается, как виноградина. Сок. Очень много сока. И вот такой вкус, именно с какой-то фруктовой ноткой, мало похоже на томатный вкус. Я не скажу, что она сильно приторно-сладкая. Вот бывает, как медовая капля. Медовая капля же у нас очень-очень сладкая. Но это вообще сладкая. Это не очень сладкая. Вот как такой средней сладости виноград. У меня сложилось такое впечатление. Но я не знаю, я выращивала его первые раз, первый год. И конечно, вкус этого томата будет у всех разный. Зависит и от региона. Еще раз говорю, и от грунта, и от подкормок, и от погоды. У меня получился не очень сладкий. Хотя люди пишут, что они очень сладкие. Может быть, в следующий раз получится более сладкий. Но я его высадила очень поздно. На будущий год хочу высадить пораньше, чтобы он вызрел побольше и повисел, ну как в спелом виде. У меня вот только начинают спеть, я их сразу собрала, чтобы собрать семена. Все. Вот это сумасшедшие вишни барри. Сорт американский, автор Брэк Гейтс. Сорт необычный, редкий, но интересный, экзотика. А вот эти вот, которые лежат красные, я сегодня про них уже рассказать не успею. Это у меня черри оливка. Номер сейчас скажу вам какой. Я тут каталог притащила специально с собой. 216 номер в каталоге. Тоже очень сладкие. Такие хорошие, вкусненькие помидорки. Уже отдельно некогда о них говорить. Они более мясистые, вот эти более сочные. Эти более мясистые и немножечко с кислинкой. Я думаю, что вот для комбинированных консерваций подойдут идеально. Если собрать, например, вот такие желтые, красные. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok